Пятый канал представляет О, Максим, привет, как дела? Рома! Ален! Алена! Алена! Ален! Алена! Максим! Максим, отойди! Полицию надо вызывать Какую полицию? Скорую! Скорую надо вызывать! Максим! Скорую уже поздно Алло, добрый день, полиция? Здесь, в гаражном кооперативе на Советской женщина отравилась угарным газом Да, конечно, ждем Максим, давай-ка выйдем Алена, как же так? Зачем? Я думал, я успею Я был у матери в другом городе Потом получил вот это Прости, я не могу так жить Это не честно Сообщение вечером пришло, но я не услышал Телефон без звука был С утра прочитал и сразу суда рванул Дома ее не было, на работе тоже Ну а почему ты решил, что она может с жизнь самоубийством покончить? Были какие-то предпосылки? Не знаю, нет Да ничего такого не было Я просто очень сильно испугался за нее Здрасте! Игорь Петрович, помогите мне Я только что из полиции Они считают, что Алена покончила с собой Результатов экспертизы еще нет А следователю утверждают, что это суицид Максим, я сожалею Я не верю, я не верю в самоубийство Алена не могла со мной так поступить Да, мы поссорились перед моим отъездом Но это же не причина Ну а ссора-то из-за чего вышла? Да ерунда, если честно Я давно мечтал о собаке Ну и сказал своему одному приятелю, что с удовольствием взял бы щенка А у него Ратвеллерша ощенилась два месяца назад И один щенок непристроенный Он мне его и подарил Да, конечно, нужно было сначала позвонить жене, предупредить Но я просто взял и принес собаку домой Я так понимаю, ваша жена была не в восторге Да она вообще мне ультиматум поставила Либо она, либо щенок Ну, в общем, мы поссорились Но я не верю, что из-за такой ерунды она могла покончить с собой Хорошо, Максим, я понял Давай-ка для начала мы к тебе домой съездим, там осмотримся И жди меня внизу, я сейчас подойду А что с собакой-то? Да я ее маме отвез, она у меня собак любит Я вас жду Для начала отправляйтесь в школу, где работала Алена Галанина Это рядом с моим домом Поговорите с учениками, с коллегами и сразу мне отзвонитесь Конечно, Оксана Федоровна, я возьму часть часов Елены Сергеевны Договорились Вы коллега Алены Галаниной, правильно? Евгения Борисовна Серебрянская, учитель истории Вы из полиции? Выясняем обстоятельства Да, жуткая история Скажите, вы не замечали в последнее время, чтобы Алена была странной, вела себя подавленной, была рассеянной? Да, обычной она была Вы знаете, Алена так рвалась стать лучшим учителем года, что ее самоубийство действительно выглядит странновато Алена слишком себя любила, чтобы вдруг неожиданно самоубийца Вы извините, я спешу, если есть вопросы, приходите завтра, хорошо? Хорошо Привет Макс Я не могу поверить Если тебе нужна моя помощь, ты скажи Спасибо, Настя Ребята, может в квартиру зайдем? Да Это Кирилл, я его попросила прийти, пойду открою Это Настя Суворова, лучшая подруга моей жены, а Кирилл ее жених Приятно Здравствуйте А вы, наверное, из полиции? Ну, мы тогда не будем вам мешать Я пойду составлю список, что для поминок нужно Спасибо, Настя, и сделай, пожалуйста, чай, в горле пересохло Да, конечно, Кирилл, ты мне поможешь? Конечно У этого Кирилла что-то лицо знакомое Да это же Быстров, у него большой завод в Щербинском Хороший парень, не зазнайка, не выскочка, щедрый благотворитель В школе нашей помог, компьютеры купил, еще два детдома опекает Ну да, что-то я такое припоминаю Я могу осмотреть? Да, конечно, делайте все, что нужно Богатый гардероб И некоторые вещи с бирками А, да, Настя работает в модном бутике, и когда у них распродажа, она делает Алене хорошую скидку Делала Вы чай не хотите? А то я с вчерашнего дня глотка воды не сделал Да вы не беспокойтесь, Максим, иди пей чай, я догоню А я вам тоже чай налила Спасибо А вы с Аленой давно дружите? Да, мы с первого класса вместе Не разлей вода, ближе сестер были Вы знаете, Алена и Макс очень детей хотели И у них не получалось Алена по этому поводу очень переживала Я не знаю, может быть причина в этом Может быть, мы разберемся Извините Пойдите, я вас догоню Дань, что там у тебя? Игорю Лукину позвонила помощница Аня и рассказала, что при осмотре в школе кабинета Галаниной Она нашла направление на анализы из дорогого частного центра репродукции Хорошо, я тебя понял, я утром сам туда съезжу, все Представляешь, жених Насти, Кирилл Бустров, открывает фонд помощи детям-инвалидам Кирилл Бустров Его имя сейчас на слуху Одевается в одно и то же, прям как Стив Джобс Ну что, есть новости? Ну, весь школьный коллектив в шоке Галанину все очень любили и никто не понимает, как такое могло произойти Ее мужа Максима, кстати, тоже очень хвалят Игорь Петрович, а вы уже были в медицинском центре? Был, приятель там у меня работает, помог с информацией Галанина действительно проходила у них обследование Что-то у нее там не в порядке по женской части В общем, детей она иметь не может А когда она это узнала? Ну, буквально два дня назад Ну, это, кстати, могло послужить поводом для самоубийства Насколько я узнал в школе Галанина была человеком целеустремленным и чистолюбивым Она уже три года подряд Добивалась титула Учитель года по области И в этом году она была очень близкой к цели У них там, говорят, приз полмиллиона рублей И двухнедельная поездка в Питер Ничего себе! Организаторы не поскупились ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Максим, слушаю Хорошо, я скоро буду Клиент звонил Просил к следователю приехать Готовы результаты вскрытия После разговора со следователем Галанин никак не мог успокоиться Мне кажется, об убийстве еще рано говорить Ну, как же, в заключении экспертизы написано, что у нее была гематома на голове Значит, ее ударили по голове, чтобы она не сопротивлялась А возможно, она сама ударилась головой, когда пыталась вылезти из машины Ну, уже в одурманенном состоянии К тому же, в экспертизе не указан четкий характер гематомы Ну, не могла Не могла Алена покончить с собой Понимаете, у нее были планы, она хотела на новогодние каникулы в Париж поехать Уже платья купили дорогущие Алена узнала, что она бесплодна Буквально за несколько дней до смерти Да как же так? Она мне ничего не говорила Садись в машину Детективы расследуют странную смерть учительницы русского языка и литературы Алены Галаниной Полиция считает, что она покончила с собой, задохнувшись выхлопными газами в своей машине в гараже Перед смертью она успела отправить мужу прощальное СМС-сообщение Однако ее муж, Максим Галанин, не верит в самоубийство жены Детектив Лукин подвез Максима на работу и вернулся в офис Игорь Петрович, можно вас? Возгляните, пожалуйста Ну это СМС от Алены, я это уже видел Я понимаю, что вы это уже видели, но меня тут кое-что насторожило Во-первых, предложение составлено неправильно, неграмотно Тут есть лишняя запятая после «я не могу» И в этом случае нечестно пишется слитно, а здесь почему-то раздельно А ведь Алена была учителем русского языка Ты хочешь сказать, что записку написала не Алена? Да Слушай, Аня, ведь ты молодец Молодец, и если допустить, что Алену убили Остается понять, кому это выгодно Да, дела Да? Да, Настя, слушаю А вы готовы прямо сейчас встретиться? Да, я слушаю Угу Спасибо, спасибо, Настя Настя, отправляйся к Насте, это лучшая подруга Алены Она там что-то хочет сообщить Улица Катукова, дом 12, квартира 56 Хорошо Петр, а ты еще раз в школу, поговори с учениками Это мой брат Тима Очень приятно, Аня Присаживайтесь Спасибо Я сестрюху поддирать пришел Все-таки Алена как-никак подруга лучше была А вы правда детектив? А что вы хотите узнать? Разве это не несчастный случай? Мы разбираемся Угу Ну я пошел, не буду вам мешать Спасибо Я сегодня отпросилась, весь день плачу Мы же с Аленой всю жизнь вместе были Не разлей вода Вы знаете, я сегодня ходила, думала, вспоминала И что же вы вспоминали? С Аленой работала некая Евгения Я ее фамилии не помню, она преподавала историю Да, я знаю, мы с ней встречались Вы в курсе, что она бывшая невеста Макса? Мне Алена не так давно на нее пожаловалась И я так поняла, что Евгения не смогла простить Алене, что она увела у нее жениха и пыталась отомстить Интересно, и каким же образом она пыталась ей отомстить? Да я не знаю, она мне буквально обмолвилась Если бы я знала, что так произойдет, я бы обязательно ее расспросила Интересно Петр разговаривался с милой Анохиной, у которой Алена была классным руководителем Как это нечего, все ваши одноклассницы говорят, что она была милым, отзывчивым человеком Чего? Между прочим, Алена-то наша за поллимона готова удавиться была Она вообще шмотки любила, бабло, в последнее время так прибрахлилась За какие поллимоны? Ну, конкурсные В прошлые годы призы были так себе, а в этот раз огромные деньги И еще поездка в Питер Понятное дело, Алена аж с зубами скрипела от злости От чего она злилась? Ну, просто в конкурсе еще и историчка участвовала Ну, то есть, Алена наша честно боролась, а вот Евгеша, Евгения Борисовна давала нам списывать на городских контрольных Зачем? Ну, вы что, из тундры, что ли? Для высокой успеваемости Чем выше оценки, тем круче учитель, чего непонятно-то? То есть, она подтасовывала результаты? Дошло наконец-то Так, а как Галанина узнала о том, что историчка мухлёет? В классе три сучеников, кто-то настучал Алена бесилась, я точно знаю Она даже угрожала Евгеше, что все расскажет директору школы Это я сама слышала А директор Евгешу за такую бы сразу уволил Он, конечно, зануда, но справедливый Ой, все, мне пора Игорь Петрович? Петр передал Лукину новую информацию И тот поручил ему установить наблюдение за Евгенией Серебрянской Думаю, да Да, да, в Питер поеду именно я Теперь больше ни у кого шансов нет Ну, в общем, все, пока Ну, что у тебя? Она себя явно считает победительницей конкурса Уже битый час себя в новке присматривает Да? Я думаю, самое время с ней поговорить Держи, жди меня в машине Добрый вечер, Евгения Борисовна Лукин Игорь Петрович, частный детектив Вы за мной следите? Да ну что вы Проезжал мимо, смотрю, вы идете А я вас сразу узнал, я же ваш портрет в школе видел На доске почета Думаю, как же мне повезло-то, а Я как раз с вами поговорить хотел О чем? Говорят, что у вас с Галаниным был роман Да вы что? Кто вам такой наговорил? Когда Галанин пришел работать в нашу школу, я была давно и прочно замуж Я тоже думаю, что люди-то врут Ну все это злые языки Вообще, зябко здесь, может мы в машине поговорим? Скажу вам по секрету, Евгения Борисовна Никакого самоубийства не было Галанина убили Ну пока это конечно только версия Ну слава богу То есть я хотела сказать Что вы от меня хотите? Ну полмиллиона большие деньги, есть за что побороться Вы о конкурсе что ли? Вы обезумели? Вы действительно думаете, что я могла убить Галанину из-за конкурса? Да нет, конечно Но у вас есть информация, которая для следствия очень важна А это вы откуда знаете? Я поговорил с директором школы Так вот в день смерти Галаниной утром Вы просили директора принять вас по личному вопросу Ну по поводу конкурса Директор был занят Перенес встречу на следующий день А когда вы узнали о смерти Алены То на встречу не пришли, отменили Значит дело в Галаниной Ладно Вот А что это? Шпаргалка, как видите Городской диктант Алена тайно раздавала в своем классе шпаргалку Чтобы все написали диктант на отлично Именно по этой работе проводился конкурсный отбор Я нашла листок на полу А может быть это ученики распространяли его? Я слышала, как девчонки в туалете обсуждали Что Алена им здорово помогла У меня даже аудиозапись их разговоры в телефоне есть Они меня не видели И об этом вы хотели поговорить с директором? Да, но Галанина увидела у меня свои шпаргалки И я потеряла покой Вы решили, что Галанина покончила с собой из-за вас? В такой ситуации что угодно подумаешь А еще вы говорите, что ее убили Вы знаете, о чем я сейчас подумала? В последнее время у Алены стали появляться брендовые вещи Дорогие духи, может быть любовник или что-то в этом роде Любовник? Максим, подумай Кому могла быть выгодна смерть Алены? Да никому Алена была замечательной, справедливой, честной У нее не было врагов Мы обычные учителя В криминале не замешаны, богатых родственников не имеем Ну хорошо В любом случае, с Евгением Борисовым надо снимать обвинение А почему вы так думаете? Потому что нужно проверять информацию У этой Милы со старичкой давний конфликт У нее двойка в четверть выходит, однозначно, других вариантов нет Получается, это Алена занималась подтасовкой, а не старичкой? Она вовсе не такая белая и пушистая, как о ней думают Нет, я не верю Мы, конечно, все это проверим, но... То есть вы хотите сказать, что Алена покончила жизнь самоубийством из-за того, что ее ждало какое-то разоблачение? Из-за этого дурацкого конкурса? Да бред! Вы как будто не про Алену говорите Игорь Петрович, можно вас? Секундочку Я тут решила посмотреть, что есть в сети про этот конкурс на звание «Лучший учитель города» Так вот, на фамилию Галаниной у меня выскочила ссылка на видео Вот, полюбуйтесь Аксанг ! Ну, а дальше она раздевается и лезет на стол И где это снято? В клубе Запись недельной давности Нет, нет, это не Алена Ее чем-то накачали, она никогда, она вообще не пьет Да это невозможно Максим, а ты сам-то где был неделю назад вечером? На семинаре в Москве Да что же это такое? А может быть это и была причина для суицида? Видео попало в сеть, его много кто увидел Да, над этим стоит подумать Ладно, давайте-ка по домам Утро вечера мудреней Согласна На следующий день Игорь Лукин подвез Максима на работу Нет, это все не про Алену, понимаете? Не была она такой Видео, конечно, нужно проверить на подлинность Максим, а может ты плохо знал свою жену? Ну вот это ее Странное И не совсем приличное поведение Потом разоблачение это Вполне могли бы подтолкнуть ее к суициду Спасибо Да, Петр, слушаю Игорь Петрович Компьютер, с которого выложено видео Находится в квартире родителей Насти Это лучшая подруга Алены Но сама Настя живет на съемной квартире А вот у нее есть брат Тимофей Который очень часто посещал странички Алены в соцсетях И там ставил ей лайки А что, Тимофей живет с родителями? Да Ну тогда я еду к Насте А вы с Аней отправляйтесь к Тимофею Детективы расследуют странную смерть Учительницы Алены Галаниной В ходе следствия стало ясно Что девушка лишь казалась честной и искренней Она многое скрывала от мужа и знакомых Детективы находят несколько причин для самоубийства В частности, Аня обнаружила странное видео Где Алена Галанина ведет себя крайне неприличным образом Настя Мы могли бы с вами поговорить? О чем? Настя, а в каких отношениях был ваш брат с Аленой? Вы ничего не перепутали? Какие могут быть отношения? Тимофея у 18, а Алена Старшего на 7 лет Может быть оно и так Только Тимофей постоянно посещал все страницы Алены в соцсетях Да, а потом выложил в интернет провокационные видео Какое видео? А вот полюбуйтесь Слышь ты, коза драна Я тебе сейчас глаза все побыстры, поняла? Официант! Это бред какой-то Этого просто не может быть А вы узнали, где это снимали и кто это снимал? Пока нет, но выясним А вы платье свадебное выбираете? Да, перенести хотели Потом поняли, что не будем, очень дорого получается Так что завтра Алену хороним Через три дня свадьбы уже Ну а что делать? Жизнь-то продолжается А что такие грустные? Нашли Тимофея? Нет Он удрал В смысле? Еще вчера уехал в соседний город Там квартира тетки, которая досталась ему после ее смерти Его родители ее хотели продать и периодически показывали А теперь вот даже обрадовались, что Тимофей туда уехал Ну адрес хоть взяли? Да Игорь Петрович, а еще мы были в клубе, где снято это видео Так вот что самое интересное Алену там видели все И даже помнят, как она отжигала А вот с кем она была, не помнит никто И видео с камер наблюдения уничтожено Оно хранится всего неделю, а мы на один день опоздали Ну что ж, собирайся, Петр Поедем Тимофея искать у его тетки А ты найди фотографию Тимофея и нам скинешь Хорошо Да, Ань, мы тебя слушаем Игорь Петрович, ну я в общем проверила историю запросов Тимофея И посмотрела его виртуальные подарки в соцсетях Так вот, оказывается, он уже три года ухаживает за Аленой Заваливает ее подарками и лайкает ее фото Влюблен был? Ну, судя по всему, да Ты намекаешь, что у Алены и у Тимофея был роман? Игорь Петрович, я не знаю Но, по крайней мере, виртуальные подарки она от него принимала Как же он выглядит, Игорь Петрович? Игорь Лукин и Петр приехали в соседний город Тимофея в квартире не оказалось Детективы решили подождать молодого человека во дворе его дома Тимофей! Давай туда Отпустите! Все, 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 успокойся! Отпустим? Обязательно отпустим, как только ответим на наши вопросы Откуда у тебя видео из клуба с Леной Галаниной? Я не знаю, о чем вы Знаешь? Иначе зачем ты из города уехал сразу после смерти Галаниной, а? Да покупатели позвонили, вот я и поехал У нас вот тетка от Паркинсона умерла Мы квартиру продаем Продать никак не можем А если я проверю, был ли звонок от покупателей, а? Понимаешь, в чем дело? Две день до соубийства, серьезная статья Сядешь и надолго А я легко докажу, что Галанина покончила с собой Из-за этого видео Да я тут ни при чем Я не знал, что Алена с собой покончит Просто нашел это видео, когда ноутбук Насти чистил В смысле ноутбук Насти? Ну у Насти стал ноутбук зависать Она мне его отдала там Почистить, систему переустановить А я умею Стал файлы архивировать Там это видео Я сам обалдел Зачем ты его в сеть-то выложил? Прикольно же Алена меня кинула, как пацана Я ей три года лайкал В кино приглашал в реале Ну и вообще Погана она, баба Позвала как-то раз к себе Ком почистить А муж что, не умеет компы чинить? Да куда ему? Он же учитель физкультуры, а не информатики Ну вот, готово Смотри Вот эту штуку не трогай Тимочка, ты такой молодец Спасибо Ты с ума сошел, маленький нахал? Пошел вон отсюда, сопля А я не сопля Со мной так нельзя А тут еще Это видео под руку попалось Ну и я решил отомстить Интересно, как это видео оказалось у твоей сестры? А я-то откуда знаю? Вообще зря я этот видос выложил Дурак Ну чё я как не мужик бабе мстить? Ну, когда она умерла Испугался Значит, ты говоришь У бабушки была болезнь Паркинсона А как же она жила одна? Так сестру к ней жить переехала Ну, чтобы присматривать Когда тетке совсем поплохело Пару лет здесь жила Работу даже вроде нашла Даже до зама дослужилась торгового центра А потом, когда тетка умерла Вернулась в наш город? Ну да Я правда не знаю, зачем она это сделала Тут вроде неплохо Ну, я лично здесь хочу остаться жить Ну, считай, хата своя И город немаленький Хорошо Ну что, Петр, поехали А с ним что будем делать? А все, он нам больше не нужен Я сейчас о другом думаю Зачем эта Настя Вернулась в наш город? Мало ли на родину потянуло Игорь Петрович Я знакомому попросил сделать распечатку звонков В день смерти Посмотрите, может нам еще и так актуально Да-да Смотри Алена звонила Кириллу Очень интересно Ладно, я попробую с Кириллом пообщаться Детектив Лукин позвонил Кириллу И договорился о встрече Спасибо, Кирилл, что согласились со мной встретиться Вы простите, если я вас отдел оторвал Скажите, вы с Галаниной общались Незадолго до ее смерти? А откуда вы знаете? Да, она звонила мне Я удивился Просила о встрече На которую сама не пришла А вы не знаете, о чем она хотела с вами поговорить? Нет Настя мне потом объяснила, что Алена хотела привезти своих учеников С подарками в детский дом, которыми я помогаю А вы Своей невесте обо всем рассказываете? Ну да, конечно У нас нет никаких секретов На что это важно Да, вот уж поистине Не зря говорят, что дьявол прячется в деталях Настя, я так полагаю Что сегодня вы с братом еще не общались А при чем здесь Тимофей? Вы, кстати, узнали насчет видео? Мне просто интересно, Настя На что вы рассчитываете? Ну ведь ясно же, что это видео Тимофей взял из вашего ноутбука Да не было в моем ноутбуке такой фигни Это все выдумки Тимофея Я просто поражаюсь вашей выдержке Алена Галанина вас шантажировала? Да что вы несете-то вообще? Максим, Кирилл, не слушайте Это все бред полный Вот фотографию вашей дочери Сейчас она вот так выглядит Вы зачем мне жизнь-то ломаете? Дочери? Я не понимаю Несколько лет назад Настя Уехала в соседний город ухаживать за больной теткой Вот там она и родила девочку И тут же оставила ее в роддоме Ввиду того, что у малышки были Врожденные патологии развития Это все неправда Я детей вообще не хотела Я не знала, что беременна И отказалась от нее не потому, что она больна А потому, что мне вообще не нужны были дети Никакие Зря я Алене рассказала все Лучше бы она вообще ничего не знала Да, потому что как только она узнала, что вы собираетесь замуж Она стала вас шантажировать Да, она стала слишком много хотеть То ей кофточка понравилась То ей денег взаймы надо И все это таким елейным голосочком Мол, у нас с тобой есть секретик Я же знала, что ты меня бросишь Если узнаешь про ребенка Настя Ты, получается, специально сняла это видео Напоила Алену Только я не понимаю, как она могла так напиться Ну, я думаю, что Настя Алене в алкоголь добавила Нейролептики, которые остались от больной тетки Насте нужно было оружие против Алены Но видео в сети, я думаю, она не собиралась выкладывать Я спрятала его в хранилище И удалила с рабочего стола А Тимофей его нашел и выложил А Алена подумала, что это я И позвонила Кириллу А их встречи вы не могли допустить Алена, это не я Пошла к черту дрянь Да послушай ты уже Да вали ты отсюда Завтра же твой Кирилл все узнает, поняла? Крыса какая, а Я тебе сказала, вали отсюда Как же так? Как вы могли? Как вы обе могли? Сообщите мне, где находится девочка Ее дочь Да пошел ты, Святоша! Да пошли вы все Анастасия Суворова находится под следствием Кирилл помогает детскому дому, где воспитывается дочь Насти Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok